Если Путин решится и на этот безумный шаг, поскольку тут говорить о логике не приходится, сам факт и аннексии Крыма, и событий на Донбассе, и позже, когда мы увидели полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, это безумие, это нелогично, это то, что убивает самих русских, разрушает их экономику, перспективу развития. Но тем не менее, безумный диктатор и пошел на эти шаги. Если он пойдет на какие-либо другие безумные шаги, Украина знает, как обороняться и как его останавливать, и знает свободный мир. Поэтому то, что говорит украинское руководство военно-политическое, это, безусловно, важные сигналы и для российского общества, если оно там еще есть. В том контексте, а сколько вам еще надо трупов ваших соотечественников, ваших сыновей, мужей, братьев, чтобы вы поняли, что это война ненужная, это война преступная. Это война, которая в том числе ведется режимом Путина, в том числе и против самих русских, поскольку их уже гибнет, ну мы знаем, что более 90 тысяч. И это только убитыми. Мы не говорим о экономических потерях, о непрямых потерях, о раненых и о многих других вещах. Если этот шаг будет задействован, мы понимаем, что мобилизационный резерв есть, оружие на консервации есть, другой вопрос его состояния, качество и современность. Но, тем не менее, по количеству Путин еще долго может воевать и закидывать Украину трупами русских солдат. Украина показывает, что воюет, собственно, не числом, а умением. Как это ни парадоксально, но это относится именно, эта фраза русского полководства сегодня относится именно к украинской армии. А, собственно, как в статье Залужного и вспоминается, сегодняшние методы войны русских оккупантов, это методы Жукова, это методы Петра I, это то, что в современном мире не работает и не дает желаемого результата. Тем более, что Украина на самом деле не одна. Нам помогает защищать международное право, наш суверенитет, жизни наших людей, весь свободный и цивилизованный мир. В отличие от путинской России, которая является сегодня изгоем в мировой политике, в мировой экономике, которая сегодня является изгоем в современной геополитике. И, безусловно, режим Путина ведет Россию к прямому краху и экономическому, и, безусловно, военному.